Международная физическая конференция стартовала в Махачкале. Свежи 200 ведущих академиков из разных городов России и стран ближнего зарубежья будут в течение четырех дней обсуждать актуальные проблемы и огласят свежие результаты своих научных работ. О фундаментальных исследованиях в области физики подробнее в сюжете Ларианы Шамхалаевой. Именитые ученые съехались в столицу, чтобы отметить 60-летний юбилей Института физики Дагестанского научного центра Российской академии наук и 110-летие со дня рождения его основателя Хабибулы Амирханова. Празднуя гости не забывали и про работу. Профессоры обсуждали фазовые переходы и критические явления в конденсированных средах. Объясняя простым языком, возможно, совсем скоро в нашем быту появятся рефрижераторы безопасного хладагента и окна, сохраняющие тепло в помещении. Наши специалисты занимаются подбором материалов для создания твердотельных холодильников. То есть твердотельный холодильник – это холодильник, который может работать без фреона. Фреон, как известно, считается вредной жидкостью. В прошлом году мы выиграли грант главы Республики Дагестан, который назывался на разработку эффекта теплового зеркала. Это эффект, который нанесение на зеркало наносится специальное покрытие, которое позволяет до 90% экономить потери тепла через окно. Замена традиционных холодильников экологичными, возможно, говорят ученые. Хладогенераторы будут долговечны и экономичны. Их прототипы созданы в десятках лабораторий мира. Однако, по словам специалистов, Дагестан, похоже, опередит своих зарубежных коллег. Мы, кстати, первая в мире, можно сказать, лаборатория, в которой мы исследуем свойства этих материалов, близких к тем условиям, которые будут в реальных магнитных холодильниках. До сих пор другие группы исследуют материалы в таких некоторых идеализированных условиях. В Дагестанском институте, как отмечают физики, есть все условия для проведения сложных экспериментов. Однако, зачастую для проверки на практике полученного результата необходимы промышленные машины, например, установки магнетронного распыления и другие дорогостоящие приборы. Научная аппаратура очень дорогостоящая. Вот, скажем, метод роста есть, так называемая молекулярно-лучевая эпитоксия. Это оборудование очень дорогое, оно стоит миллионы евро стоимость. Конечно, такое оборудование достаточно сложно нам. Международная конференция завершится 9 сентября. По итогу мероприятия предусмотрено издание сборника трудов всех участников. В журнале «Физика твердого тела» будут опубликованы статьи спикеров, отобранные Оргкомитетом конференции. Лария Анна Шемхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.